Здравствуйте дорогие огородники! Вы на канале Дача Удачи. Думаю каждый дачник, каждый любитель огорода при уборке урожая моркови задумывался о том, что делать с мелочью. Ведь как ни крути и такая тоже растет. Наверняка уже у многих есть свои рецепты переработки мелких плодов. Но сегодня я расскажу о своем способе. Что делаю с ней я? Для начала сразу на грядке отсортировываю всю мелочь. Пока она молоденькая, кожица у нее совсем тонкая. Поэтому чищу ее обычной зубной щеткой. Это очень быстро. Затем убираю хвостики и еще раз тщательно промываю. Следующее пропускаю через мясорубку на крупной насадке. Затем взвешиваю, сколько у меня моркови получилось. И на 1 килограмм моркови добавляю полкилограмма сахара. Все перемешиваю и оставляю на часик, чтобы морковь дала сок. Когда морковь постояла, как и всякий овощ, она дает сок. Теперь ее ставлю на средний огонь. Довожу до кипения и добавляю цедру 1 четвертой апельсина и щепотку корицы. Также добавляю 1 столовую ложку сока лимона. И варю это все около 20 минут, чтобы морковь стала мягкой. К тому времени, когда уже морковь размягчится, вся эта смесь становится густая. После этого я ее размельчаю блендером, превращаю в пюре. В итоге получается у нас вот такая красивая, ароматная, густая смесь. И что же с ней делать дальше? Сейчас рассказываю. А все просто. Это начинка для пирогов, которую можно использовать для любого теста. Слоеного, дрожжевого, песочного. Вот я, например, сделала вот такие вот слоеные пирожочки. Это необыкновенно вкусно и полезно. Посмотрите, какая красота. Начинка густая и не вытекает. И это еще не все. Также в любимый песочный пирог кладу морковную ароматную начинку. Одним словом, ее можно использовать везде. Охраню я ее в морозилке, но долго она там не залеживается. А теперь посмотрите, какой красивый пирог. А самое главное, вкусный. Вот такое вот объедение получается с мелкой морковью. Но жаль, что ее немного и лакомства получается немного. Но при желании можно использовать и крупную, конечно. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал.